Народ, я уже вчера говорил о том, что Зеленский, находясь сейчас в США, два дня назад дал интервью с западным СМИ вместе со своей женой. Вместе со своей женой, с западным СМИ, Зеленский дает интервью очень редко. Мне кажется, один раз он это делал, года полтора назад. Я видел какое-то интервью, и они вдвоем там сидели. А так он всегда один, трогает нос руками, всегда один. А сейчас снова с женой. Почему с женой? Потому что американцам очень важный визит. Вот, Зеленскому нужно, нужно представить всем свой план победы и успеть подписать до президентских выборов какие-то пункты дополнительной помощи. Посмотрим, на что Байден пойдет. Но в любом случае, во время такого важного визита, Зеленскому важно дать интервью перед американской аудиторией. И жена рядом нужна для того, чтобы оказать более сильное воздействие на американцев, потому что семейная тема пропиарена в США. Только ради этого. Семейные ценности здесь, ну, вообще никак. Это только манипуляция, и вот, чтобы на американцев более, более сильно воздействовать своими вот этими просьбами. Вот и все. Значит, полного интервью еще нигде нет. Может быть, завтра появится, может быть, послезавтра, а может быть, через неделю. Журналист, которая брала интервью у Зеленского, она выложила вчера короткий ролик, где рассказывает о том, как было интервью, и показывает какие-то моменты. Тоже достаточно интересно, потому что, в принципе, понятно, о чем и как Зеленский и его жена говорили в этом интервью. Я переведу в своей манере, и вы посмотрите. А когда выйдет полное интервью, я, если увижу его, а я обязательно его увижу, то тоже переведу, если оно будет интересное. Но мне кажется, стоит. Да, я переведу полное интервью тоже. А пока пред-интервью. Давайте посмотрим, что Зеленский там говорил, как он говорил. Естественно, все эти эмоции, любовь, семья. Ну, короче, мне все понятно. На днях у вас было эксклюзивное интервью с президентом Украины Зеленским и с его женой. Да? Да, они в городе прилетели. Зеленский выступал на Совете Безопасности ООН. В четверг он летит в Вашингтон к Байдену, презентует свой победоносный план. И вот мы сели вместе, а они, конечно, были очень открыты, говорили от сердца про Украину. Два года назад я была в Киеве и уже встречала Алену Зеленскую. Ну, тогда была другая ситуация. И вот сейчас они прям так искренне все рассказали. Такое прекрасное интервью. Иногда они говорили на английском, а иногда на украинском. Ну, переводчик там работал. Очень хороший разговор получился. Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать. В это утро Владимир Зеленский, президент Украины и первая леди Украины, Алена Зеленская, сделали срочное воззвание, чтобы страны объединились и продолжали помогать Украине. Война не закончена. Поэтому, будьте с нами, помогайте нам, поддерживайте нас. Это очень важно, потому что без вашей поддержки мы не выживем. В Нью-Йорке Зеленский выступил на Совете Безопасности ООН, где также умолял о помощи. В четверг он летит к отцу родному Байдену и представит ему победоносный план победы над Россией. Многие понимают уже, что часть плана это будет вступление в НАТО. Что там еще будет, пока никто не знает. Нет. Ваш победоносный план, а он включает в себя, хотя я понимаю, что, может быть, вы пока не готовы об этом говорить, но он включает в себя переговоры с Россией. Как вы будете общаться с Россией? Нет, 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 нет. План не включает никаких переговоров с Россией. План — это дипломатический мост. Точнее, это мост к дипломатическому решению конфликта. Да. А мы не планируем общаться сейчас с Россией. Какая идея? Мы усиливаем ВСУ, усиливаем экономику Украины, делаем Украину очень сильной. И вот мы, сильная Украина, давим на Путина и заставляем его закончить войну дипломатическим путем. Ведь когда мы сильные, мы можем уверенно говорить. С нашими врагами мы можем говорить очень уверенно и с позиции силы. Вот о чем мы просим наших партнеров — усилить нас по максимуму. Говоря про партнеров, в США очень скоро будут выборы. И как вы думаете, новый президент как может повлиять на исход войны? Мы же не знаем, кто будет новым президентом. Мне очень не хотелось бы, я сразу это скажу, чтобы новый президент как-то негативно повлиял на помощь для Украины, чтобы дайте, дайте, дайте прекратилось. Поддержка обязательно должна идти и идти. Не важно, кто будет президентом. Останавливать поддержку ни в коем случае нельзя. Хотя я понимаю, что в принципе новый президент какой-то может чуть-чуть что-то поменять. Именно поэтому я стараюсь работать на опережение. И я сейчас привез свой победоносный план в США, чтобы обсудить его с Байденом, с Камалой, с Трампом. Может быть что-то подписать и что-то получить от них сейчас. Потому что я не знаю, что будет после выборов. В США Зеленский встретился и с другими мировыми лидерами. А в это самое время россияне продолжают наносить атаки по энергосистеме Украины. Более половины уже уничтожили они. Это очень все плохо. У нас есть точная информация, вот точная, что Россия использует китайский спутник. И этот спутник летает и фоткает наши атомные электростанции. А зачем он их фоткает? Ну явно не для того, чтобы эти фотки потом запостить на ВК. То есть россияне планируют долбануть по нашим атомным электростанциям какими-то ракетами. Но они информацию собирают. То есть я называю это атомный терроризм. Очень опасно. Поэтому я тут же позвонил всем мировым лидерам, которые так или иначе могут повлиять на Путина, чтобы он ни в коем случае не делал этого. Тем временем Зеленский продолжает умолять Байдена, чтобы тот разрешил наносить ему удары вглубь России по военным аэродромам. Зеленский говорит, что это спасет инфраструктуру Украины от российских атак планирующими бомбами. Что случится, если Байден не даст вам разрешения на это? Ой, тогда будет все очень-очень плохо. Путин продолжит тогда разрушать Украину. Вся наша инфраструктура будет разрушаться. Школы, больницы, жилые здания. Десятки тысяч людей тогда погибнут. Вот что будет. А что касается украинских детей, то этим вопросом занимается серьезно Алена Зеленская, первая леди Украины. Кто-то посчитал, что 19,5 тысяч украинских детей удерживается сейчас в России. Нашим детям украинским, которые находятся там, в России, им говорят постоянно, что никто их не ждет здесь, на Украине. Представляете, какая пропаганда? Конечно, нам нужно всех их вернуть. К сожалению, этот процесс очень медленный. Сегодня мы вернули 388 детей. И если, конечно, с такой скоростью возвращать их из России, то нам понадобится, ну, где-то 30 лет, чтобы всех их вернуть. Ну, конечно, это очень большой срок. Зеленские сами, родители двух детей, и, конечно, для многих украинских семей сегодня жизнь не такая, какая она была до войны. Прошло уже более двух с половиной лет, как идет война. Я помню, когда мы встретились тогда, вот война только началась, и ваш сын говорил, мама, когда это все закончится? Что он спрашивает у вас сейчас? Какие вопросы он задает? К огромному сожалению, такие же. Это очень печально. Он также спрашивает, когда это все закончится. А я вспоминаю начало войны. 30 дней первые прошли, и мы печально так отметили их. Ну, дата такая круглая, ужасная дата. 30 дней войны, потом 100 дней. А потом мы решили не считать дни. И хорошо, что мы решили не считать дни, потому что лучше смотреть в будущее. Как бы сложно ни было, мы решили с надеждой смотреть в будущее. И пока Зеленские с надеждой смотрят в будущее, они опираются друг на друга. Пара, которая работает вместе, чтобы защитить всю нацию. Помню, когда мы с вами встречались тогда два года назад, мне так понравилось, как вы отзывались о своем муже, с такой любовью. Так тепло, так нежно. Вы не видели его в первые дни войны, но вы так хорошо о нем отзывались. Ваш муж, и как он там на передовой был, а вы, а вы рядом были с ним. Да, я так уверена в нем. Я так уверена в своем муже. И я, конечно, так счастлива, что у меня есть такая возможность быть рядом с ним. Для меня это так важно, поддерживать его. Ну, это просто, ну, просто счастье для меня. И я надеюсь, ну, он нуждается в моей поддержке. Нуждается. Я очень нуждаюсь в твоей поддержке. Очень. Вот видите, это позитивные вещи, про которые мы можем говорить. Ситуация непростая, но мы вместе, мы поддерживаем друг друга. Да, может быть, что-то еще есть у вас, чтобы вы могли сказать нашим американским зрителям, чтобы помочь им лучше понять вашу ситуацию сегодня. Мы благодарны. Мы благодарны всем американцам. И вообще, США, с самого начала, когда война началась, США выступили нашим спонсором. Очень нам помогли, очень. И знаете, я понимаю, что у вас свои проблемы, выборы и все остальное, но я не могу молчать. Мне нужно это сказать всем зрителям. Поймите, я повторяю и повторяю. Мы не можем быть слабыми сегодня. Украина не может расслабиться, потому что мы не остановили Путина. Не остановили его сумасшедшей идеи. Он продолжает идти вперед. Поэтому нам нужно быть сильными. И я поэтому прошу понять нас. Окружите нас заботой. Дайте, дайте, дайте. И все тогда получится у нас. Как и вы раньше давали. И сейчас продолжайте давать. Только нужно к трем дайте добавить четвертое. Мы очень близки к миру. Очень близки. Поэтому нужно просто быть решительными. И все получится. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского, когда Зеленский говорил про усиление Украины, что нужно усилить Украину, и тогда мир наступит. А Дмитрий Песков в ответ сказал, что Россия закончит эту военную кампанию только, когда она добьется своих целей. Вот такая риторика. Вот такие разные позиции с двух сторон. Россия и Украина. Зеленский скоро представит свой мирный план. Точнее, план победы Байдену. Мы слышали, да, от разных людей в Белом доме, что Байден обещает поддержку Украине. Поэтому с нетерпением ждем их встречи. И как они поговорят, мы об этом скоро узнаем. Да, узнаем. Я все-таки вспоминаю начало войны. Не могу забыть этот момент. Я была в Киеве и встречалась с Аленой Зеленской. Мы общались, и я спрашиваю у нее, что бы вы хотели сказать американцам сейчас. Она посмотрела на меня и сказала, самое главное, не привыкайте к нашей боли, к нашим страданиям. И вот прошли уже два с половиной года, и мы сейчас в такой ситуации. Но вот такой ролик про интервью Зеленского скоро выйдет полное. А вообще, интересно посчитать, сколько всего Зеленский давал интервью с западным СМИ с момента начала своего президентства. Мне кажется, это уже больше сотни. По крайней мере, ну, я не знаю, каждые три недели он точно дает какое-то интервью каким-то иностранным журналистам. Но столько интервью украинским СМИ он точно не дает. Удивительно. Все на запад. Мы идем на запад. А я иду не на запад, а в центр Краснодара. Там интересные темы сейчас будут. На связи.